Ребятки, привет! С вами канал MarusLife. Подготовил для вас инструкцию для тех людей, которые приезжают в Чехию, которые пересекают границу Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и хотят остаться в Чехии, поработать, пребывать. Это уже каждый там делает сам, решает, что ему нужно. Возможно, там беженство оформлять и так дальше. Так что приготовил для вас коротенькую инструкцию, что зачем идет, что нужно делать. Вся эта информация, конечно, есть на сайте МВД Чехии, на украинском языке. Ссылку оставлял в предыдущем видео, оставлю ее и здесь, и также здесь, под видео, под этим. Кто захочет, пожалуйста, переходите, там более подробно расписано все. Ну, а я собрал самые основные, так сказать, тезисно все эти варианты, что нужно сделать пошагово. Значит, первое, что нужно сделать, это, понятно, что приехать в Чехию через Польшу, через Словакию, через Венгрию, как хотите. Приезжаем в Чехию и дальше уже нужно для себя понять, решить. Ну, понятно, что это все решается еще, когда вы едете в дороге. И для себя нужно сделать выбор, по какому типу пребывания будете находиться в Чехии. Есть несколько вариантов. То есть, это просто безвиз, если у кого есть заграничный паспорт. Нахождение в Чехии и в Евросоюзе, в принципе, 90 дней, это по безвизу. Здесь можно просто находиться, если у вас есть средства, если у вас есть у кого остаться, либо вы там можете снять жилье и так дальше. Ну, это все нужно делать очень быстро, естественно. То есть, у вас все готовая площадка, готовая платформа, вы просто приехали и здесь находитесь. Поэтому, обязательно для безвиза нужно иметь страховку. Ее можно покупать онлайн. Кому нужна страховка, обращаемся к нашим ребятам, друзьям. К Саше Литвиненко, директор страховой фирмы. Он вам все расскажет, оформит без проблем. Тоже контакты все под видео. Значит, обязательно нужно иметь страховку по безвизу на весь период. То есть, на эти все три месяца. Если же, не дай бог, война затянулась дольше, чем на три месяца, и у вас безвиз заканчивается, а военные положения и военные действия в Украине продолжаются, то есть возможность перед окончанием вашего безвиза сделать долгосрочную визу специально, вот эту визу на один год. Остается у вас, грубо говоря, 14 дней до окончания вашего безвиза. То есть, нужно обратиться в ОАМ, на полицию, СССР, в любое отделение, где вы находитесь, и оформить эту долгосрочную визу. То есть, такой вариант тоже предусмотрен. По безвизу работать нельзя. Понятно, что многие нарушают этот закон и работают по безвизу, но это все на вас. Решать только вам. Второй вариант, который выбирают, в основном, это специальная рабочая виза. Она выдается сроком на один год. По ней можно здесь уже работать, и по ней вы получаете государственную страховку. То есть, это обычная легальная виза, аналогичная к краткосрочной визе, типа на три месяца которая, но она выдается сроком на один год. Вот. Ну, важно, конечно, здесь найти работодателя, который вам поможет все это сделать, оформить. Либо, опять же, можно это все сделать, всю процедуру самому. Если, конечно, делать самому, то вы просто можете потерять много времени, опять же, из-за незнаний. Просто не из-за того, что там что-то где-то не так написано, не так рассказано. Просто нужно, первое, это сделать самому эту визу, получить ее в паспорт. Только после этого нужно уже оформляться на работу через уряд працы, находить работу, проходить собеседование и так дальше. То есть, если так, в принципе, это все посчитать, можно потерять около месяца. Другой вариант, это, конечно, работа на агентуры. Агентуры, в принципе, этим занимаются. Мы тоже этим занимаемся с нашей агентурой. То есть, берем людей, которые приезжают с Украины и помогаем полностью все оформить. Детей помогают оформить в школы, в садики. А маму устраиваем на работу, и мамы уже ходят на работу. Короче, все это организовано, все это делается. После того, как прошли все эти этапы, вы получили печать в ваш паспорт с датами визы, вы можете уже приступать на работу и себе спокойно работать. То есть, ваше пребывание здесь в Чехии будет легальное, на всех законных основаниях. Минимум на тот срок, который указан в вашем паспорте. То есть, если вдруг какая-то проверка, либо еще что-то, то есть, вы можете спокойно показывать ваш документ. Обязательно не забудьте документы, паспорта носить всегда с собой. Это очень важно, потому что здесь это карается штрафами. Итак, друзья, подведем итоги. Значит, есть несколько вариантов приезда в Чехию. Значит, первый – это без виз. Обязательная регистрация в полиции. Работать официально нельзя. И нужно иметь страховку на весь период без виза. Второй вариант, более популярный и самый лучший на данный момент – это специальная рабочая виза на один год. Здесь обязательно тоже нужно обращение в полицию. Делаете вы это либо сами, либо с помощью ваших агентур, то есть, вашего работодателя. Работать можно сразу после получения этой визы. Страховку получаете государственную. То есть, можно спокойно обращаться в больнице, к врачам с этой страховкой. Если вдруг у кого-то остались какие-то вопросы, пишем комментарии, задаем, поддерживаем это видео лайком, чтобы больше людей узнало об этом всем. И верим в то, что этот кошмар в Украине скоро закончится. Всем удачи, до новых встреч. Слава Украине!